Друзья, добрый вечер! С вами опять Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кенчану Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться, друзья. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, и я являюсь журналистом. Друзья, я вынуждена принести извинения моим подписчикам, тем, которые проживают в Италии, в первую очередь тем людям, которые планировали приехать во Флоренцию 11 апреля. Вы помните, что в нескольких моих предыдущих сюжетах я опубликовала вот этот манифест, что состоится манифестация за то, чтобы были открыты детские учреждения, это ясельки, детские садики, это школы, высшее учебное заведение. К большому сожалению, вот так получилось, что мне пришло сообщение сегодня от организаторов, вот буквально полтора часа тому назад, что эта манифестация не состоится. Причина, она была озвучена таким образом, что по прогнозу погоды будет идти дождь. И эта манифестация, она планировалась не только для взрослых, но и как праздник для детей. Я вам рассказывала в своих видео, что организаторы приобрели шарики надувные для детишек и боятся, что если будет плохая погода, то, в общем-то, находиться будет не очень комфортно людям. Я очень чувствую себя неудобно, потому что я знаю, что многие мои знакомые и из Рима очень многие люди откликнулись, и кто-то даже успел приобрести билеты. Рим, Флоренция, Флоренция, Рим. И, к сожалению, вот так получилось. Вот так получилось. И я знаю, что и мои знакомые и коллеги во Флоренции тоже планировали прийти. Ну, во Флоренции там, конечно, людям проще, проще, потому что это один город. Ну и люди, которых я, в общем, лично не знаю, но которые смотрят мой канал, вы планировали приехать. Простите, Бога ради, я чувствую себя очень неудобно. Я не думала, я была уверена, что всё состоится, я была уверена, что всё пройдёт так, как надо. И я была уверена, что тоже я 11-го числа приеду. То есть, ну вот мне стыдно, мне очень стыдно. Значит, смотрите, друзья, по поводу переноса, я думаю, что, наверное, было бы правильным сделать таким образом поступить. Сайт организации, ассоциации, которые устраивают эту манифестацию, вот, пожалуйста, вы можете найти, я так думаю, в соцсетях. И если вы планируете поехать в следующий раз, в другие выходные, то всю вот эту вот информацию вы сможете найти непосредственно на их ресурсе самостоятельно. Потому что я больше, извините, Бога ради, я на себя такую ответственность не возьму. Потому что я знаю прекрасно, что сейчас билеты не всем по карману, что многие люди покупают билеты заранее для того, чтобы заплатить, ну, более, скажем, такую демократичную стоимость. Я не знаю, мне очень неудобно. Извините, пожалуйста, что произошла вот такая вот накладка. Я знаю, что в это воскресенье планируется манифестация другая, врачей, она будет проходить в Риме. Вот я сейчас жду подтверждения. И мне Жене Стераму должна будет прислать информацию, потому что на эту манифестацию как раз планировал поехать, в том числе и профессор Петрелло. Я думаю, поскольку у меня настрой на 11 число, и, в общем, я сказала уже и в редакции у меня, что я буду освещать то, что происходит в Италии, как народ борется за свои права. Поэтому если подтвердится 11 число Рим, то я поеду в Рим. Там немножко другая ситуация. Люди давно, уже месяц собираются, я имею в виду медики, 11 числа поехать в Рим. Просто они ждут подтверждения от муниципалитета. Потому что иногда муниципалитет затягивает, иногда муниципалитет говорит в последний момент. То есть просто люди сидят и ждут. И если подтверждают, то едут. Вот. Поэтому, друзья, Бога ради, простите, пожалуйста. Я еще раз вам приношу мои самые искренние извинения. Простите, пожалуйста. Друзья, вот в данный момент я получила сообщение от Наташи по поводу манифестации во Флоренции. Да, действительно, 11 апреля манифестации во Флоренции не будет. Она была перенесена на 18 апреля. Будьте так любезны, не защитите за труд. Вот кто собирался поехать на эту манифестацию, под этим видео внизу будет обращение Наташи. Наташа продублирует те причины, почему так получилось. Я хочу, чтобы вы услышали сейчас мое обращение. Я никогда не позволяла себе хвалить наших женщин. Вот так, как я хочу сейчас похвалить. Смотрите, вот мы здесь, в Италии, уже целый год пребываем в ситуации тотального идиотизма. Или, как я говорю, пердемонокля. Я хочу сказать, что за этот год я познакомилась с огромным количеством наших потрясающих женщин. Вы мне зададите вопрос, что я подразумеваю под этим словом «наши». Русские, украинки, белорусские, молдаванки. Потому что вот в тех условиях, в которых мы находимся, мы здесь, в Италии, мы поняли прекрасно, что нам делить нечего, что мы один народ. Я хочу сказать с полной ответственностью, что нашим мужьям, а я говорю о наших женах, о женах итальянцев, нашим мужьям очень повезло. Потому что мы борцы. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что мы получили хорошее образование когда-то в бывшем Советском Союзе. Или это генетическая память, что все-таки за свои права надо бороться. Потому что, воистину, я хочу сказать, что мы сделали очень много хорошего, в первую очередь, для наших семей, для просвещения наших семей. Но в том числе, когда мы объединились, и мы сделали очень много хорошего для общества. Друзья, ну что поделаешь. Да, итальянская система, она вот такая вот. Переносится какие-то мероприятия. Не всегда это проходит пунктуально. Ничего страшного. Ну, Италия есть Италия. Романтическая страна, солнечная. Не всегда люди бывают пунктуальными. Наташа в этом абсолютно не виновата. Она очень большая молодец. Потому что я вам хочу сказать, что она мониторила и мониторит эту манифестацию каждый божий день. И на мой взгляд, как я вижу, что 60% заслуги, что эта манифестация состоится, это ее заслуга. Поэтому поддержите, пожалуйста, этого человека, несмотря на то, что эта манифестация перенеслась. Была перенесена на 18 апреля. Чтобы вам привести пример, ну, или как дополнение, как по скрипту. Другая Наташа, моя коллега, экскурсовод Рима и Ватикана, мне прислала сообщение. Ну, вы знаете, конечно, что у нас сейчас туризм стоит. Гостиницы не работают, рестораны не работают. Полный ступор. И вот Наташа, моя коллега, экскурсовод Рима и Ватикана, мне прислала сообщение от одного владельца Эна Чичи. Эна Чичи – это трансфер, туристический трансфер. То есть это фирмы, которые предоставляют услуги туристам. Трансфер. Это могут быть машины, это могут быть микроавтобусы и так далее. Если вы говорите по-итальянски, вы и без моей помощи прекрасно прочитаете, что написано в этих скриншотах, что пишет этот мужчина. А для тех, кто не говорит по-итальянски, я сакцентирую внимание вот именно на том, что я выделила красным цветом. Да, я знаю, что у нас типа жопа жопная с туризмом, что у нас всё стоит. Но мне пришла в голову идеальная мысль. Идеальная мысль, хорошая мысль – как можно возродить туризм. То есть он планирует на работу брать водителей не по количеству отъезженных часов, проведённых за рулём. Это не важно. Не по хорошим характеристикам, если человек где-то уже работал водителем. Нет, это не важно. Самое главное, чтобы он был вот. И чтобы у него был документ, что он вот. И только те пассажиры, которые будут покидать круизные лайнеры, то есть они должны будут иметь тоже документ, что они вот. И только таким образом, как он считает, мы в будущем сможем организовать хорошую туристическую работу. Гениальная идея. То есть этот дяденька, он даже не стесняется вот такое писать на Фейсбуке. И мне пришла такая мысль – боженька ты мой, задрот ты, была бы у тебя жена такая, как я, такая, как Женя, такая, как Лена, такая, как Наташа. Я думаю, что к тебе в голову даже близко не пришло бы писать такую херню. Друзья, спасибо вам большое, спасибо за понимание. Я вас очень люблю, и мы с вами увидимся в следующий раз.